И сегодня мы наконец-то узнаем, как заармить ваш клад. Привет! Не проходит и, наверное, недели, чтобы мне кто-то не написал в комментариях или где-нибудь там в личке, что, блин, у меня вот не армится модель, чаще всего это коптер. Что делать? Этот грёбаный Айнав, он не армится. Я что, уже только не перепробовал. Блин, делал уже всё, ну, вместо того, чтобы смотреть мои видео. И сегодня специально по заявкам ответ на такой насущный вопрос, что же делать, когда оно, блин, не армится. Я Саня, вы на канале Айру, погнали! И, ладным проблемам у вас бета-флайт, но, блин, Айнав, в Айнаве всё сделано так, чтобы вы могли видеть причину неарминга вашей модели прям сразу. Либо на OSD, либо вы увидите в конфигураторе приарминг флакс. Сегодня мы поговорим о том, как настроить всё так, чтобы оно у нас армилось, как увидеть, в чём причина, что именно мешает. И посмотрим, как обойти некоторые блокировки арминга и как настроить так, чтобы арминг делался безопасно и удобно. Если вы действительно хотите разобраться в Айнаве, у меня есть целая куча видосов по Айнаве. И, конечно же, нужно смотреть их все. Но в данном случае нам очень поможет видос по OSD. И обязательно его посмотрите. Также видос о калибровке сенсоров. Это тоже важно. Там, где компас и акселерометр калибрэйшн. Без этих видосов, как бы, вы можете не понять, если вы новичок, о чём тут будет идти речь. Ссылочки на все эти видосы будут в описании. Ну, либо целый плейлист. У меня есть по Айнаве. Смотрите, ставьте лайки, учитесь, комментируйте. Напомню, что самый быстрый способ задать мне вопрос, это оставить комментарий в YouTube под любым из видео. Потому что в YouTube я захочу регулярно и смотрю все комментарии. Там удобно всё по полочкам разложено. На что я не ответил, на что ответил. А во всех этих соцсетях я просто не успеваю вам ответить. С многими я общаюсь лично. И спасибо вам большое за поддержку. Но, как бы, поймите, я один, а всех очень много. Итак, возвращаемся к вопросу об арминге. В Вайнаф есть два быстрых способа проверить, что не так с армингом. Это подключить модель к конфигуратору и посмотреть на арминг флаги. Либо посмотреть просто в очки, в шлем, монитор, чем вы там пользуетесь. Посмотреть на OSD, на правильно настроенное OSD. Обращаю внимание, что обязательно на OSD должен быть выведен пункт System Messages. И он должен быть видимый, чтобы он там где-то не обрезался в краю экрана. Полностью помещаться, чтобы вы могли читать, что там, чёрт возьми, происходит. Ну что, включаем ваши электронно-вычислительные машины. Запускаем там INAF, подключаем модель, попадаем во вкладку Setup. И видим здесь вот такой пункт Prearming Checks. Соответственно, это у нас пункты, которые должны соблюдаться. Такой чек-лист. Если что-то горит красненьким, значит, этот пункт у нас не позволяет заармить вашу модель. И это ответы на 99,9% вопросов. Давайте разберём, что у нас что означает. Первый пункт у нас UAV is leveled. Это значит, что наша модель расположена ровно горизонтально, не отклоняясь в какую-то сторону. Если у нас модель находится под углом, по дефолту, по-моему, 25 градусов, то вот у нас загорается, видите, красненький флажочек здесь. В таком положении мы уже заармить не можем. И я в каждой своей модели выключаю эту функцию, потому что, ну, бывают ситуации, когда у вас квад, например, или самолёт застряли где-то в небе, в дереве. Если вы летели в инверте на самолёте, у вас пропала связь, и вам нужно, или там вы задезармили нечаянно, и вы хотите заармиться, вам нужно быть вертикально, чтобы заармиться. Это не всегда есть возможным, когда ваша модель крутится, падая в воздухе. Поэтому эту функцию я рекомендую обходить. Раньше это был пункт безопасности, что когда вы запускаете квад, он стартует моторами и может намотать вас на моторы. Ну, то есть, как бы что-то может произойти. То сейчас iNav Pit Controller не включает после арминга, только когда вы добавите газа. То есть, ещё одна ступень безопасности. И моторы просто легонечко крутятся. То есть, они крутятся, да и крутятся, никого не убьют, не стартанут, не начнёт стабилизироваться, как бы, квад. Для самолёта это вообще не имеет значения. Поэтому мы идём в CLI. И есть такая команда Small Angel. Выглядит она вот так вот. Все команды я оставлю в описании. И мы можем написать, например, Get, чтобы получить значение. И мы видим, что у нас Small Angel 25, а Lowed Range, то есть доступный уровень, у нас 180. И нам нужно поставить 180, чтобы в любом положении акселерометра, чтобы в любом угле акселерометра могло армиться. То есть, мы вместо Get пишем Set, Small Angel равно 180. Самая важная команда, для квадов так точно. И пишем Save. Обязательно не забываем, чтобы сохранились настройки. Думаю, с этим пунктом понятно. Дальше у нас есть Runtime Calibration. Это проверка ваших датчиков, сенсоров во время полёта, например. Либо после включения, уже не в момент включения, а именно после включения. Например, акселерометра, либо там барометра. Если у вас что-нибудь сломается, к примеру, барометр, и будет там прыгать значение вверх-вниз. Или у вас сломается акселерометр, и будет постоянно дёргаться что-то. То Runtime Calibration не погаснет. Всегда после запуска у нас Runtime Calibration горит красненьким, пока не проходит проверка. Когда вы включаете питание вашей модели, вам нужно некоторое время её не трогать, пока она не пикнет там так, типа окончена калибровка. То есть, там оставьте её спокойно на 5 секунд. Вот смотрите, я сейчас перезагружу модель. Жму вот Save Underboot. И я буду трясти модель, не давая откалиброваться акселерометру. Вот вы видите, я трясу, и Runtime Calibration всё время горит красным. То есть, акселерометр после включения не может откалиброваться. Гироскопы точнее. И вот теперь я поставлю ровненько модель, не буду трогать. Проходит калибровка. И он загорается делёным. Всё, у нас уже всё нормально здесь. По этой причине бывает нельзя заармить модель, если вы находитесь в движении. В машине, на лодке. То есть, вам нужно постараться держать как можно более неподвижно ваш самолёт, квад. И в таком случае вы, скорее всего, калибровку эту запорите. То есть, она может пройти, но откалиброваться не очень хорошо. Поэтому после подачи питания в поле обязательно оставьте неподвижно, как можно более неподвижно вашу модель, чтобы гироскоп откалибровался очень точно. Это крайне важно для будущих ваших полётов, чтобы навигация работала, чтобы всё было хорошо. Это критически важно. Особенно это важно большими самолётами, которые на ветру могут даже лёжа на земле чуть-чуть дёргаться. И калибровка про это пройдёт очень фигово. И поэтому придержите их как-то, ну, создайте неподвижность какую-то. Далее у нас пункт CPU load. И, ну, это понятно. Как бы нагрузка процессора не актуальна для F4, F7, а актуальна там для F1, F3. Ну, кто ими пользуется, фиг его знает. То есть, когда нагрузка на процессор очень большая, у нас здесь вот будет циферка какая-то нереальная. И это не позволит заармить. То есть, перегружен процессор фильтрами, там, не знаю, пидами, чем угодно, там, какими-то функциями. Этого не бывает на F4, и F7, в принципе, не знаю, как этого добиться даже. То есть, может, какой-то там луптайм очень быстрый стоит, но в реальности этого не достигнуть. Следующий пункт navigation is safe. Это означает, что навигация у нас, навигационные режимы у нас безопасны. И, ну, то есть, можно выполнять навигацию. Но сейчас он говорит красненьким. По какой причине? По причине отсутствия спутников. У нас сейчас не пойманы спутники, потому что у нас даже, в принципе, и GPS-то не работает. Но этот флаг не погаснет. Если у нас не будет поймана как минимум 6 спутников одной системы GPS, то есть, у вас может показывать количество спутников, мне там пишут, блин, у меня там матековский какой-то GPS-модуль, он ловит там 900 спутников, а, блин, навигация все равно не гаснет. А это значит, потому что просто у вас включен там, например, Beidou или GLONASS, и эти спутники просто, ну, они помогают, но нужно, чтобы одной системы было. То есть, обязательно этот GPS будет. 6 спутников и минимум. И тогда, как бы, navigation будет safe. И не только 6 спутников, но еще и расстояние HDOP, то есть, погрешность GPS. Это все есть у меня в видосе по OSD. Погрешность GPS должна быть меньше определенного значения, по-моему, 2,5 метра. Если даже будет 6 спутников, но погрешность GPS будет выше, то вы не сможете заармить вашу модель. Но, опять же, этот пункт можно обойти, если, например, вам нужно заармить модель в помещении, для того, чтобы проверить направление вращения пропеллеров, например, да. Ну, я не знаю, там, подлететь в комнате, проверить, как там квад работает, погазовать с аппаратурой, там, самолетом, что-то вот такое сделать. И для этого мы идем в CLI снова. И нужно прописать команду setnav extra arming safety и написать off. И можно будет заармить, не видя спутников. То есть, в любом случае. Но это не самый, как бы, не забудьте вернуть обратно, то есть, включить обратно и написать on. Потому что, если вы... Ну, у вас могут быть серьезные проблемы с навигацией. Вы не увидите момент, когда будут пойманы спутники, записана точка дома. И когда можно будет стартовать. И, как бы, будут проблемы. Обязательно, после того, как вы наигрались дома, обязательно включите эту проверку безопасности обратно. Не забываем, конечно же, прописать save, если хотим сохранить настройки. Но не только это может помешать нам заармиться. Если у нас горит флаг navigation is safe, а у нас есть там 500 спутников, погрешность GPS там 1 мм. И все вообще супер работает. То, возможно, у нас включен какой-то навигационный режим. Мы должны зайти вот сюда, в пункт mods. И посмотреть, не включен ли у нас какой-то режим, который начинается с nav. nav posthold, nav rth, nav waypoint. Что-то там, что у нас еще может быть. Да вроде все. Если у нас какой-то из этих режимов включен, то это тоже нам не даст возможности заармиться. Сделано это для безопасности, чтобы у вас квад не полетел там или самолет домой. Не начал после взлета сразу же удерживать позицию, выруливать, пока вы еще не оторвались от земли. Это опасно. И обязательно включайте удержание позиции. На какой-то уже высоте, там хотя бы пару метров, а не прямо вот у земли. Компас калибрейтед и акселерометр калибрейтед. Об этом у меня есть видос о том, как калибровать компас и акселерометр. Если вы только что перепрошили вашу модель, то вам обязательно нужно калибровать акселерометр. Акселерометр делается это, ну, как вот в том видосе, и вы проконтролировать это можете, напомню, вот здесь вот в меню Calibration. Вот здесь у вас должно быть все вот так с галочками выглядеть. ACC Zero у нас не должно быть нулей, должны быть какие-то значения. И ACC Jane у нас должны быть какие-то значения отличные от 4096. То есть они могут больше-меньше, но не 4096, значит калибровка у нас не прошла. Вот здесь у нас тоже какие-то должны быть не нули, когда у нас откалиброван компас. Как делать калибровку компаса и акселерометра, я не буду рассказывать. Есть отдельный видос, очень подробный. И Settings Validated. Если у нас что-то не так с настройками, ну, к примеру, какие-то там пресеты, они тебе загружены, что-то там не совпадает в миксере, но что-то вот настроено неправильно, то у нас здесь будет тоже гореть красный флаг. Также у нас есть здесь Hardware Health. Это здоровье вашего железа. Но в данном случае он горит красный, потому что у меня отключен GPS, барометр и магнитометр. Либо может быть GPS, например, не тот выбран. Или может быть там, ну не знаю, барометр может быть не тот системы, не той выбран. Вы можете это проверить вот здесь, вот прочитав там в инструкции к вашему полетнику, какой у вас именно акселерометр. Если вы не знаете, то жмем авто. Ну, барометр, магнитометр, то же самое. Жмете авто, вот здесь вот авто, вот здесь вот авто. Подключаете обязательно батарею. Подключаете батарею и жмете Save and Reboot. И у нас в таком случае iNav определит сам, какие у нас там сенсоры, какой барометр, акселерометр и что там еще у нас. И все выставит сам, что суперски. Вот он нашел, что у нас барометр BMP-208, QMC-58, 83 магнитометра, MP-6000, гироскоп. Ну, в принципе, у вас это будет, скорее всего, тоже так почти на любом полетнике. По вот этим вот pre-arming checks у нас все. То есть тут, я думаю, все понятно. Далее мы идем в OSD. И на OSD мы можем увидеть все наши проблемы. То есть все, что у нас вот здесь вот будет в пункте Setup, вот здесь вот pre-arming checks, у нас все будет на OSD показано в разделе System Messages. Это сообщение, вот этот пункт, должен обязательно быть видимо. Если вы разместите его где-нибудь внизу, обычно что за System Message, все куда-то там сдвигают его. Но он должен хорошо быть виден и сохраняться, записываться на DVR, потому что ваши очки или DVR может просто отрезать часть внизу кадра или камера там какая-нибудь такая будет, которая отрезает. И просто это не попадет в сообщение. Вы будете гадать, что же за хрень, почему не армится. А на самом деле вот здесь, вот именно в этом сообщении у вас будет написана причина, по которой не армится. Причина будет написана, ну, та же там, например, Navigation is not safe или там Disable arm switch first или там Disable navigation mode first. Ну, то есть как бы прям вам будет говорить, что сделать там перед тем, как заармить. Естественно, ну, вам надо немножко понимать английский язык, если что, пользуйтесь Google Translator, но именно вот System Message вам покажет, что вам мешает заармить вашу модель. Если вам ничего не мешает и можно заармить, то здесь будет ничего не написано, будет только режим полетов. Ну, либо может быть написано Auto Launch. Auto Launch тоже не применится, если что-то вам будет мешать заармить вашу модель. Пишите о том, как вы впервые столкнулись с тем, как не армился iNav, у кого какие были там ситуации. Я даже дизармил самолет в полете и тут нужно понимать, что нужно... А я летел в круизе, я убираю газ в ноль, потому что заармить можно только на нулевом газу. Он все равно не армится, пишет Disable arm switch first. Блин, а я включил навигационный режим, у меня был круиз и поэтому нужно еще и выключить круиз, потом только заармить, потом только включить круиз. Ну, короче, вы должны понимать, что если в полете вы нечаянно задизармите, то вам нужно переключиться быстренько в акромод, выключить arm обязательно, газ в ноль, а только потом армить и уже включать там газ и ваши режимы полетные. Это важно. Вот. Потренируйтесь на досуге, как заармить быстро, если вы нечаянно задизармили. Если какие-то остались вопросы, welcome to комментарии, лайки, ну, сами все знаете. Я знаю, что видос был полезный, ставьте лайк этому видео, если все еще по какой-то причине не поставили, подпишитесь, если еще по какой-то причине не подписаны, колокольчики, ну, сами все знаете. Поделитесь этим видосом с друзьями, чтобы они наконец-то уже заармили свой квад или самолет и летали вместе с вами, вместо того, что там ковыряться в поле в этих проводах и ноутбуках. Если все это сделали, нажмите на ссылочки в описании, там будут железки, которые я использую на кваде, самолете, полетники, GPS, то есть все самое-самое подходящее для iNav. Я не использую какие-то супердорогие компоненты, есть бюджетные и отличные компоненты, которые подходят для iNav. Мною протестины во множестве вообще моделей, у меня по многу прям одинаковых там GPS-ов, полетников и вот я каждый свой самолет собираю отдельно, я ничего не переставляю никуда, у меня все летающие модели, вот тут на шкафу куча их стоит. Если все это сделать, ссылочки поклацали, поддержали таким образом мой канал. Всех вас обнимаю, всем пока! Не армится! Почему он не армится?